День с толком Смотрите в этом выпуске 26 регионов страны ввели на свои территории режим самоизоляции. К ним сегодня присоединился и Алтайский край. Указ подписал губернатор Виктор Томенко. Все обязаны сидеть дома. Самые серьезные исключения – поход в магазин, выгул животных, получение экстренной медицинской помощи, выход на работу. День с толком Виктор Томенко. Виктор Томенко. Это самый дефицитный товар не только в Алтайском крае, но и по всему миру. Благотворительный фонд Облака решил помочь жителям Барнаула и стал делать многоразовые маски. Их можно стирать по 60 раз. У них несколько вариантов расцветок. У нас вчера и сегодня очень большие начались объемы. Где-то звонков было вчера 20 порядка. Сегодня уже с утра тоже порядка 15-20 звонков поступают. Все хотят сейчас в наличии. Но мы шьем как бы 2-3 дня у нас пошив идет. Новый масочный бренд назвали Beautiful Protect Mask. В переводе – красивая защитная маска. Со дня на день планируют запустить сайт по их продаже. Пока же их можно заказать по телефону. Уже продали 400 таких масок. Шьет их новый специально собранный коллектив. Это позволило нам… Вот сейчас уже мы создали 5 рабочих мест благодаря этому производству. То есть наши женщины, которые остались без работы сейчас, шьют маски и получают деньги. День в день. Но все проходит не так гладко, как могло бы. Ткань и резинки на складе уже заканчиваются. Маски шьют исключительно по предоплате, чтобы было на что закупить материалы. Фонд буквально выживает. Обычно жертвует около 200 тысяч в месяц. За маржи переводов в сумме меньше, чем 30 тысяч рублей. Деньги нужны, чтобы помогать малоимущим и матерям-одиночкам. К примеру, Марина больше не может работать сиделкой. Вместо этого она приходит в штаб фонда. Наводить порядок. Я сама по себе работала через знакомых. Сейчас я думаю, что именно медицинские работники, имеющие сертификаты, какие-то разрешения, именно закрепленные за больницей и имеющие работу официальную, будут востребованы наибольшим образом. Оказалось вчера, что у меня просто сегодня выйти в магазин и нет денег на хлеб. 7 рублей на карте и никаких денег нет. Теперь Марина получает по 500 рублей за выход. Авторы этих масок зарабатывают по одной-две тысячи в день. Так незамысловатые защитные маски спасают не только от болезни, но и от нужды. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. Бизнес-края и барнаульцы привыкают к новому формату сервиса еды – повальной доставки. На нее уже перешли десятки ресторанов. Экстренно переделывают принцип работы для тех, кому надоело готовить самоизоляции или кто не приготовил себе еду для офиса. Чего это стоит компаниям и востребованы ли новые услуги? Анастасия Дороган продолжит. Непривычный режим осваивает общепит Барнаула. Заказы есть, кухня работает, но не вся. В известном ресторане сейчас не готовят салаты и закуски. Их все равно никто не ест. На вынос востребованы горячие блюда. А к привычным пастам и пиццам ежедневно вводят в меню новенькое, например, лазанью. На готове еще один рецепт. Такой витаминный коктейль из имбиря, лимона, меда. Вот такая история. То есть мы сейчас посчитаем, возможно, будем бесплатно его доставлять заказ. Здесь реально не игрушки, не игра в бизнес. Бизнес я всем транслирую. Такого слова сейчас нет. Вот такого слова нет. Бизнес. Потому что то, что здесь происходит, это не бизнес. Сокращений в компании нет. Часть сотрудников ушли на выходные, официанты пакуют и доставляют заказы. Привозит их и сам директор. Сотрудников с машинами немного. И хотя средний чек ресторана сохраняется, количество заказов упало в два раза. А в другой сети ресторанов быстрого питания отмечают хороший рост доставки на дом вместе с упадком розницы. Так как наслаждаться приемом пищи в привычной обстановке сейчас нельзя. Гости приходят, покупают продукцию или по телефону. Не ждут ее в самом ресторане. Ждут снаружи. Многие сейчас, хотя и на карантине, все-таки работают из офиса. Поэтому тоже приходят на обеде, покупают продукцию. Столовые города закрыты. Так общепит мэрия ушел на выходные вместе с сотрудниками. Но есть и столовые, которые теперь работают на вынос. Так что совсем без еды офисные сотрудники Барнаула не останутся. Но многим по-прежнему проще готовить дома. Для меня это, например, вызов. Выучить, наконец, новые блюда и удивить хотя бы себя. Это гнезда из макарон и фарша. Делаю их в первый раз. Не совсем эстетично, зато должно быть вкусно. Это и есть мой обед. Завтра приготовлю что-то новое. Так было дешевле и раньше, а сейчас так особенно. Но вне зависимости от того, готовите вы сами или заказываете еду, главное помнить, что она должна быть разнообразной. Для поддержки иммунитета сейчас это особенно актуально. Анастасия Дорога, Николай Шелкодень с Толком. Каждый день мы общаемся с нашими коллегами, которые находятся на самоизоляции. Но на связи с телеканалом Толк и жители других городов и даже стран. Так в соседнем Казахстане с понедельника ввели жесткий карантин и люди обязаны его соблюдать. Родственники наших корреспондентов живут в Алматы. Они сняли для нас видео, как город готовился к тотальной самоизоляции. Полина Жданова расскажет. Вот строительный рынок наш местный, все полностью закрыто. А так обычно очень много машин здесь, людей покупают. Сейчас самый спрос на строительные материалы. Люди сидят дома, ремонты бы делали, но рынок закрыть, ничего купить невозможно. За сутки до тотального карантина на улице Алматы было много людей. Они торопились закупиться продуктами на несколько недель вперед. Потом из дома не выйти. Закрываются предприятия, банки, торговые центры, парки. Компании ушли на удаленную работу, школьники и студенты на дистанционном обучении. Разрешено будет только идти на работу ограниченному кругу лиц. Запрещено детям появляться без сопровождения старших. По городу можно будет ходить только группами не более трех человек, если это не члены семьи. И также полностью ограничен людям старше 65 лет. На улицу люди выходят в масках, очках и перчатках. На входе в магазины обязательно проверяют температуру. Полиция патрулирует улицы и оповещает жителей через рупор о правилах карантина. Дороги и помещения обрабатывают дезинфекторы. Они группами перемещаются по городу. На полный карантин закрыли и 15 жилых домов. За этим домом, вот внутри, во дворе, стоит дом, который закрыт. Там нашли больного коронавирусом в этом доме. И теперь закрывают сначала весь дом, а теперь стараются подъездами закрывать, потому что остальным жителям все-таки нужно же выходить. В Алматы работают волонтеры доставки и пункты заказа продуктов и лекарств. Из города не выпускают даже на дачи. В город тоже не попасть. При этом алматинцы не паникуют. Продуктов хватает, цены не поднимаются. В дефиците только маски, впрочем, как и в других странах. Пока что на карантине только столица республики Нур-Султан и Алматы. До какого числа он продлиться и будет ли в других городах, неизвестно. На данный момент в Казахстане коронавирусом болеют около 350 человек. Полина Жданова, День с толком. Большая часть населения края переходят на строгую самоизоляцию. Люди ищут способы скрасить домашние будни. Так чем заняться, чтобы 24 часа в квартире были наполнены позитивом? На этот вопрос мы постарались ответить в сюжете. Сидим дома. Раз, два, три. Способы себя различь самые разные. Кто-то в тихой домашней атмосфере читает книги, кто-то предпочитает активный отдых, ну, если в рамках квартиры его так можно назвать. Они всей семьей отжимаются и приседают. Например, москвичка Светлана в своем инстаграм-аккаунте устраивает домашнее световое шоу. А это барнаульская семья любивых, развлекается домашней бочатой. Наша коллега Елена Кузовкина в период самоизоляции вместе с дочерью Кариной тоже придумывает себе развлечение. Всем привет! Чтобы скоротать время на карантине, мы решили с ребенком сделать слайм, жвачку для рук. В интернете много всяких рецептов. Мы выбрали, как нам кажется, самый простой и надежный. Вот нам бабушка принесла клей ПВА и раствор тетрабората натрия. Это приобретают в аптеке. Ну что, начнем? Ну да, давайте. Популярный ведущий, КВНщик, интернет-блогер Александр Гудков снял клип со звездами и их домашними посиделками. Самоизоляция Когда забираешь, когда заключаешь в квартире, ты сам себя Учитывая, что мы делаем новости, я не на самоизоляции, но потратил вечер и придумал несколько способов, как бы мог развлекать себя и свою семью, находясь дома. Например, можно посетить культурные места, Эрмитаж или музей Мини-Пушкина, не выходя из квартиры. А любители путешествий по Европе могут онлайн отправиться в парижские катакомбы. Провести время с пользой для своих мозгов помогут настольные игры. К слову, они самые разнообразные, их можно играть как вдвоем, так и большой семьей. Есть кто хочет сыграть? Я Отлично Вы, наверное, удивлены, что у меня пряжа и крючок. Я, конечно, небольшой специалист вязании, но если так много свободного времени, почему не заняться чем-то новым? Свяжу себе, например, шапочку. Всегда мечтал научиться жонглировать, но все как-то не получалось. Мастер-класс мне показал мой коллега Илья. Ну а вы всегда можете найти мастер-классы по обучению цирковому искусству в интернете. Как и впрочем то, как свистеть, используя две руки. В общем, провести время с удовольствием и даже с пользой в период самоизоляции в кругу семьи не так уж и сложно. Для этого нужно только желание и воображение. А оно у нас ничем не ограничено. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Ну а теперь новости из прошлой жизни или, наверное, уже будущей. Уже в этом году в Барнауле, возможно, начнут действовать новые правила, касающиеся зеленых насаждений, а точнее их сохранности и компенсации за вырубки. На очередной сессии алтайские депутаты рассмотрели соответствующий законопроект. Общественники города торжествуют, но вопросы остались. Какие имена, расскажет Илья Кочетков. 2019 год можно назвать годом парковых войн. Изумрудный скверы на Сахарова, парк Ленина, Целинников. Оказалось, что закон о компенсационном озеленении, который действует в крае, недостаточно хорошо защищает зеленые зоны. В итоге власти негодование общественников услышали и решили закон дополнить. По закону было просто компенсировать, то есть условно говорим. Вырубили в городе Барнауле на площади Октября, посадили поселок Южный, а может быть и за Южным. Дополнение рассмотрели на очередной сессии АКЗС, но документ отправили на доработку. По новым правилам, которые предлагают внести в закон, в случае, когда деревья или кусты, а также иную зелень уберут в одном месте, взамен этого обязаны будут посадить в два раза больше, в пределах 300-метровой зоны. А вот что именно компенсировать не расписали. Говорится о том, что зеленое насаждение компенсируется по количеству растений вырубленных. Не только биологи, любой гражданин, любой человек понимает, что растения – это не только деревья и кустарники, это и травянистые растения. И там по количеству травинок компенсировать – это абсурдно. Там говорится о том, что компенсационные зеленые насаждения должны быть того же породного состава или лучшего качества. Вот что такое лучшее, но это субъективное понятие, да, тоже необходимо конкретизировать эти вещи. Юрий Красильников – один из самых активных защитников зеленых зон, скверов на Сахарова, парка Ленина. Поправки он считает и своей победой тоже. Тем более теперь под защиту попадут деревья и кустарники, высаженные и самими горожанами, и формально не относящиеся к паркам. Потому что теперь нужно будет договариваться не только с властями, но и с ними, с горожанами. Грубо говоря, бабушки собрались, кто-то с дачи привез там рябину, калину, кто-то просто дал денег, траву посадили там, газон, клумбу, кусты. И тут приходит какой-нибудь делец, шиномонтажку строитель, или Реддисон, и говорит, я ваши деревья перевезу туда за 300 метров. Ну, им зачем это надо? И кому здесь компенсация в данном случае? Также важно продумать, кто будет контролировать исполнение новых правил, и какая ответственность положена за нарушение этих правил. Новые уточненные поправки должны быть подготовлены к следующей сессии АКЗС. Правда, когда теперь она состоится, учитывая последние события, неизвестно. Общественники надеются, что, по крайней мере, это случится до парламентских каникул. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. А на этом у меня все в конце выпуска о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А сейчас покажем вам короткую зарисовку, в которой герои советских мультфильмов расскажут, как стоит вести себя в период пандемии. Памятки нам любезно предоставила студия «Союзмультфильм». Во все времена сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике.